Друзья, всем привет! Сегодня буду рассказывать о суккулентах, которые можно заводить новичкам на первоначальном своем этапе знакомства с суккулентами. Я сегодня снимала уже одно видео про гибриды хиверии пуледонис. И вот просто не стала составлять это все, то есть на каком кадре закончилось прошлое видео. Это видео начинается отсюда же, потому что вот эта группа хиверии пуледонис и ее гибриды, она самая неприхотливая из всех хиверий, самая непритязательная, самая прощающая вам все и вся. И поэтому основное внимание нужно новичку акцентировать именно на этих растениях. Ну я так считаю, потому что эти растения не тянутся в условиях низкой досветки, в условиях вообще без досветки. Они не тянутся, они прощают все ошибки в уходе, они прощают у вас недолив, они прощают перелив, они прощают там какие-то падения, очень хорошо справляются. В общем, их не очень ест вредитель, это тоже самое главное. Их не любит вредитель. Нет, можно встретить на них, конечно, вредителей, там если уже у вас на ваших полках уже атаковал паутильный клещ все на свете и уже ему нечего жрать и он перебрался вот на эти гибриды пуледонис. Да, конечно, он будет, но вообще, вот по моему опыту, гибриды пуледонис вредитель не любит, он их игнорирует. Ну, наверное, они все-таки невкусные. Вот, поэтому вот это тоже, конечно, самое главное, потому что когда начинает новичок заводить себе растения, он сразу же сталкивается. Уход-то у него, конечно же, еще не отработан, он что-то перельет, что-то зальет, а если постоянно их недолив, то заводится паутинный клещ. Мучнистый червец также заводится и от недолива, и от перелива. Поэтому, когда новичок сталкивается с выращиванием новых сортов, когда он начинает приобретать массово себе суккуленты в коллекцию, то, конечно же, вредитель это основной бич, который повергает новичка в шок, который хватается за голову и не знает, как с ним бороться и что делать, и вообще, что это такое на моем растении. Вот, поэтому вот эта группа растений, вот эта группа эхиверий стоит, я считаю, на первом месте для новичков, когда они только начинают заниматься суккулентами. Так, пробегусь. Это эхиверия Апус, эхиверия Пулейдонис, эхиверия Верона, эхиверия Эстер, это гибрид эхиверии Пулейдонис Мехико, вот этой, это эхиверия Дарк Айс, это эхиверия Мэнса и эхиверия Орион, и подобные ей еще есть эхиверия Фиона. Только более яркая, более насыщенная, вот сейчас даже, даже, вот Фиона, знаете, вот ее естественный цвет, вот такой, какой сейчас снимает камера вот это растение, потому что блик упал по-другому, и растение выглядит не так, как на самом деле. А как оно выглядит на самом деле, я вам сейчас покажу. Нет, наверное, не покажу. В общем, не могу я отснять больше сиреневого, вот в этой розетке больше сиреневого цвета, нежели розового. Камера вот почему-то откидывает больше, наверное, ей нравится розовенькое, поэтому она решила мне все тут приукрасить. Причем, полидонис выглядит естественно, как и должна выглядеть. Ну вот, вот под этим углом, вот эта розетка выглядит так, как она на самом деле выглядит. А Фиона, она намного ярче. По размеру розетки, по строению розетки, она от Орион ничем не отличается. То есть, они идентичны, только Фиона намного ярче и имеет более такой вот поросячий розовый цвет. Знаете, вот новички всегда сначала начинают скупать растения, а потом уже интересоваться условиями их содержания, досветкой, поливом, грунтом и прочим. Я считаю это неправильно, потому что прежде чем завести суккулент, нужно хотя бы почитать элементарно о правилах содержания этих растений. Потому что у меня тоже много было таких случаев. Люди делают заказ и тут же мне пишут, вот я их получу, что мне с ними делать? Мне их в воду поставить? Что мне, как мне, мои дальнейшие действия? Вот поставить в воду, это, конечно же, говорит о том, что человек вообще не сталкивался с суккулентами и не знает, с какой стороны к ним подходить. Конечно же, никакой воды абсолютно не нужно. Есть группа суккулентов, которые можно ставить в воду, но это опять не новичку, а уже тем людям, которые имели хоть какое-то отношение к суккулентам, у которых уже был какой-то опыт, пусть небольшой, но был опыт. Потому что человек, который знает, как ухаживать за суккулентом, он никогда не поставит суккулент в воду. В воду можно поставить уже на крайний случай тот суккулент, который у вас не дает корни, но ни при каких условиях. И то это будет на ваш страх и риск. Я точно так же экспериментировала. Вот в воде очень хорошо, прямо прекрасно дает корни, а их резон. Вот у меня дерево, а их резон. Вот он замечательно дает корни в воде, намного быстрее, чем он дает их в грунте при редком поливе. Вот его можно ставить в воду, это проверено. Причем я это сама лично проверяла, поэтому я вам говорю, что вот это растение в воде быстрее укореняется. Также я пробовала ставить в воду дудлею, но я не советую ни одному новичку начинать свое разведение суккулентов и получение корней от суккулентов именно через воду. Ни в коем случае. Ну а что касается вопроса, какие суккуленты лучше заводить новичку, я бы опять здесь начала с того, как за ними ухаживать. Потому что если знаешь, как ухаживать за суккулентами, то любой суккулент в принципе он не сложен. Любой. Ну здесь опять нужно знать группу растений, которые тянутся, которые не тянутся. Вот каждое растение, вот мне писать по своей коллекции, кто тянется, кто не тянется, это конечно же очень долго. Просто скажу вкратце, что прежде чем завести себе растение, обязательно заведите себе лампу. Фитолампу, про лампы у меня есть видео, можно посмотреть. Я этими лампами довольна. И прежде чем заводить любой суккулент, нужно обязательно обеспечить его досветкой. Потому что осенне-зимний период и плюс еще весна, где-то там до апреля, это мрачные дни и солнца очень... Мы вообще практически не видим солнца. И вот уже исходя из этого, нужно, конечно же, обеспечивать свои растения искусственным освещением. Это первая необходимость, я считаю. Ну и также нужно знать, как поливать растения. Про полив суккулентов в зимнее время у меня тоже есть видео, можете посмотреть, кому интересно. Я не буду сейчас на этом останавливаться. Ну вот, среди эхиверий, допустим, существует две группы. Обычные эхиверии, то есть тонколистные, и эхиверии агавоидные. Агавоидные это эхиверии с толстыми листьями. Это вот агавоидес ред, вот это у меня крестатная. Эхиверия вот красная в центре. Эхиверия фрэнк-райнельд. Вот ту кореянку, не помню дальше красную, как зовут. За ней вот такая розоватая, тоже агавоидная стоит. Вот эту группу растений нужно поливать очень осторожно. Вот еще нашла глазами искала, искала эхиверия таурус. Эхиверия липстик. Нужно эти растения поливать очень осторожно. То есть агавоидную можно легко определить по толщине листа. То есть лист у нее более такой скрипящий от влаги, более такой плотный. И поливать их нужно очень редко, потому что эти растения задерживают в своих тканях надолго воду. То есть влага в их тканях сохраняется очень долго, и поэтому поливать их нужно реже. Если вы последуете этому принципу, то агавоидные эхиверии будут прям незаменимыми в условиях содержания новичка. Потому что агавоидные эхиверии не тянутся. Это самый главный момент. Потому что многие новички, они не могут приспособиться к освещению. Либо покупают не те лампы, либо просто думают, что можно обойтись без досветки. И поэтому вот в этом плане, конечно, агавоидные эхиверии будут на первом месте. То есть вот эти растения, они не тянутся. Это, конечно же, важно. Так, что можно еще посоветовать? Можно еще посоветовать очень неприхотливое тоже растение. Ну, не знаю, не буду я сейчас ничего вынимать. Попробую вот так вот вам его снять. Вот в центре кадра Граптопиталум сильверстар. Очень неприхотливый. И полив у него очень редкий можно делать. И залив он прощает. Замечательное растение. Внешний вид у него тоже, я считаю, неплохой, такой симпатичный. Вот можно его тоже для начинающих. Также все виды красул. Ну, за исключением, я бы сказала, наверное, только красулы пирамидалис и красулы храмбуды. Эти красулы наиболее сложные в выращивании. Вот в центре кадра, в середине красула пирамидалис. Они очень сложные. И если переборщить с поливом, то начинаются загнивания тканей внизу. Для новичков очень подходят древовидные красулы. Они тоже самое прощают все ошибки в уходе. Их очень много видов, очень много сортов. Можно подобрать красивый экземпляр, варегатный экземпляр. Ну, естественно, опять варегатность она будет ярче выражена при условиях хорошей досветки. Также, что еще можно тут показать? Ну, вот пушистые красулы тоже несложные в уходе. Вот маленькая, тоже в центре кадра, мелкая, пушистая. Это красула Эрнсти. Вот, смотрите, она такая, она почвопокровная. Она и при поливе, и без полива очень-очень такая непритязательная. Но без досветки будет тянуться. Красула Томп-Томп. Вот эта красула, ну вот у меня она краснеет только в условиях улицы. Это сейчас она отсвела, вот такие у нее уже сухие букетики. Вот, но листья у нее сейчас все зеленые. Хотя вот от лампы до нее, даже вот до самых крайних листьев, ну не знаю, сантиметров, наверное, 7 у нее. Не очень много. И вот, ну, видимо, либо моей мощности не хватает. Хотя вот там маленькие деточки лезут. Вот, вот уже, смотрите, когда красула цветает, вот этот букетик, он потом отвалится. А здесь уже лезут зачатки новых побегов. И вот они уже более розоватые, чем основные листья. Так что красулы можно любые, но учитывать нужно то, что красулы все, большинство красул тянется. Очень неприхотливые все пушистые каланхои. Вот у меня один вид каланхои пушистого. Войлочное, это ментоза. Это каланхои шоколадный солдат. Вот еще один вид войлочного каланхои. То есть они очень-очень неприхотливые, но тянутся. То есть если мало света, то стебли побеги вытягиваются, и растение теряет внешний вид. Из эхиверии очень неприхотливыми являются все шавианы и их гибриды. Вот это гибрид эхиверия шавиана стректифлора. Света ей мало, поэтому она не очень яркая. Вот шавианки у меня стоят под лампами. Сейчас покажу. Вот эхиверия шавиана. Это шавиана трюфлис. Это вот дальше шавиана мадра-дель-зур и рядом шавиана пингфрилс. Очень неприхотливые растения. Быстро растут. Дают деток, от листа размножаются прекрасно. И самое главное, что они тоже не тянутся. Грабтоверия титубанс, вот это растение, вот в кадре головастая, тоже очень неприхотливое, быстро растущее растение. Тоже его можно, я считаю, новичкам. Но с литопсами новичкам, наверное, будет не очень сложно, пока они не поймут, что такое полить и что такое не полить. То есть, когда новичок заблудит себе растение, он думает, что уход за суккулентами абсолютно такой же, как уход за лиственными растениями, за декоративно-лиственными. И поэтому он думает, что если я не полью неделю, то все, растению придет капец и растение погибнет. И начинает лить. Ага, чуть только почва просохла, уже паника у человека и скорее хватается за бутылку с водой. А потом удивляется, почему же он у меня сдох. Вот рос-рос литопс у меня, я его так тщательно поливал, он взял и загнил. Я его поднял, а он отвалился и рассеклись там даже сопли от его тела. Вот почему такое бывает. Вот пока новичок не поймет, что суккулентам не нужно много влаги, пока он приспособится к поливу, литопса, я считаю, заводить новичку не нужно. Так, что тут можно еще показать? Ну вот эхиверия сапсисилис, она неприхотливая, быстро растет, но без досветки тянется. А так никаких нареканий. Так красавица. Мне просто сейчас неудобно снимать и я не могу туда так тщательно подлезть, чтобы растение было во всей красе и чтобы был правильный оттенок. Ну, просто рассказываю вам. Ну, купит тоже неприхотливое растение, но без досветки купит ваше будет тянуться и розового цвета у нее не будет. Это вот минусы, конечно. А так можно и купит. Новички всегда хотят розовых суккулентов. И самым доступным вариантом из розовых суккулентов является эхиверия Перлфон Нюрберг. Она неприхотливая, она, да, она не зеленая, она зеленой никогда не будет, но без досветки она будет тянуться. Поэтому, если вы заводите Нюру, то нужно знать о том, что она тянется. И так же вот ее гибрид Перпл Пер. То же самое. Она яркая, она красивая, она симпатичная, но без досветки она будет тянуться. Света им для того, чтобы у них был нормальный такой пристойный вид, света им нужно достаточно много. Вот самый чудесный, я считаю, суккулент для новичков. Это эхиверия Топси Турви. Она всегда такая интересная. У нее очень интересные листья загнутые. Она всегда цветет. У нее, вот я недавно срезала цветонос, у нее я даже не успела оглянуться, как выбросила на еще один цветонос. Вот смотрите, вот сейчас лист оторвался у этого цветоноса. Причем у нее, она размножается исключительно быстро, и у нее листья появляются очень быстро, даже вот из таких маленьких, которые находятся на цветоносах. То есть вот и растение само по себе, оно очень такое интересное. Оно размножаться начинает от ствола, и от ствола у него начинают появляться детки. То есть вот эта голова у меня была переукоренена. Если я сейчас загляну куда-нибудь ей туда, под юбку, то наверняка там уже будет наметка на кучу детей, которые окружат мамку со всех сторон. То есть эта розетка впоследствии обрастает вот здесь детками, и получается такая группа из розочек. Ну, достаточно интересное растение, очень красивое. Это моя, кстати, наверное, одна из самых первых розеток, на которую я запала. И вот она у меня уже, не знаю, года 4 точно живет. Именно вот эта голова. Года 2 она у меня, или 3, наверное, росла на длинной ноге. Но она потому что отсушивает вот постепенно листья. И нога эта увеличилась, потом эти детки у нее образовались. И потом, когда она уже такая стала, ну, непрезентабельного вида, я эту голову ей срубила в прошлой весной. Вот она уже у меня год растет вот в этом горшке. То же самое, она прощает и перелив, она прощает недолив. При недоливе она станет еще более белой. Так что недолив ей только на пользу. Вообще, друзья, не бойтесь не долить суккуленты, потому что не долить... А, вот, кстати, детка. Смотрите, я вот сегодня перевернула вот этот драмискус и увидела детку. Как она туда попала, даже не знаю. Может быть, лист какой лежал, может быть, упал от цветоноса лист. В общем, эта детка росла, я ее даже не видела. С того времени, как я поставила суккуленты на полку с улицы, вот первый раз перевернула, наверное, за 3 месяца этот горшок. И обнаружила здесь детку Топси Турви. Там еще, кстати, маленькая. Смотрите, какая миленькая деточка. Вообще, считаю, симпатичное растение. Адрамискусы, кстати, тоже можно заводить новичкам. Но, опять же, если вы любитель полить растения, то пока что не надо, пока что воздержитесь. Потому что адрамискусы очень легко загнивают. Так, что у нас тут еще? Это эхиверия атоми. Ну, тоже такая, знаете, неприхотливая, я бы сказала. Неприхотливое растение. Замечательное растение. Симпатичное. Плодится куртинкой. Постоянно у нее. Это самая маленькая эхиверия в мире. Вот уже размер взрослой розетки. Смотрите, вот взрослая розетка. И она уже начинает покрываться детьми. Она еще, конечно, увеличится вот до такого размера. Но размер этой, уже взрослой, ну, сантиметра 3, наверное, не больше. Ну, вот. Поэтому вот в таких маленьких розочках-шишечках будет у вас усыпан постепенно весь горшочек. И я бы сказала, что они прям чудесно смотрятся. Мимимишно. Замечательно. Ну, тоже растение для новичков. Так, что еще у нас тут есть? Ну, грабтопиталумы, пахифитумы, они тянутся. Очень любит и их вредитель также. Поэтому нужно быть к этому готовым. Вот достала пахифитумы, какие поближе были. Ну, с пахифитумами я бы, конечно, новичкам посоветовала бы воздержаться. По той простой причине, что они очень любят потянуться. Если у вас мощные лампы, то вполне себе можно. А так, конечно же, если содержать их без досветки, то, я считаю, не имеет смысла. Потому что вообще вся красота суккулента именно в его компактном виде, в его цвете. Если же вы не можете обеспечить своему растению именно такие условия, то нужно уже подбирать те растения, которые можно содержать без досветки. К сожалению, таких не очень много. Ну, вот пуледонисы я перечисляла в начале видео. Некоторые агавоидные хиверии, за исключением я считаю тауруса. Потому что таурус и также агавоиды с ред, вот красные все агавоидные хиверии, это хиверии не для новичков. Это хиверии очень сложные в уходе, по той простой причине, что они на малейший перелив реагируют скидыванием листьев и впоследствии загниванием ствола. И ничего уже не сможете сделать. Этот процесс остановить будет нельзя. Потому что еще в чем сложность в том, что некоторые суккуленты можно спасти, если они загнивают. Там оторвать листик, отрезать макушку. То агавоидные хиверии листьями не размножаются. И поэтому у вас аналога не останется в любом случае. Вот хотела показать вам пример. Вот у меня в этом горшке два пахифитума. Я уже когда-то рассказывала в каком-то видео, что здесь у меня несколько растений разного рода. Вот ленопиталум, он совершенно здесь неуместен. Ну и также вот эта хиверия. Потому что уход за этими растениями совершенно разный. Ленопиталум любит попить, в отличие от пахифитумов. У ленопиталума тонкие листья, и он водохлеб такой ужасный, хороший водохлеб. А пахифитум листья толстые. И то есть если я поливаю вот этот ленопиталум, то и пахифитуму также поступает вода. А так как это растение стояло у меня, можно сказать, вдали от лампы, то у него начинал тянуться ствол. То есть вот этот маленький блюбин вытянулся, смотрите, прям такой на ножки стал уже. Ну, макушечка неплохая, но все равно он стал на ножки. А этот вообще стал такой, ну, я считаю, что это вот страшный вид суккулента. Некрасивый. То есть пахифитум должен быть компактным вот таким. Либо вот таким. Ну вот, что у него стрессанутые листья, это уже как бы другой случай. Я уже про стресс для суккулентов рассказывала, вот эти вот шрамы на листьях. А так, листья компактные, ствол у него не вытянутый. То есть он отсушивает листья постепенно, так как полагается отсушивать суккулентом. Но макушка у него не вытянутая. Здесь же мы видим обратный результат. Здесь вытянутый ствол полностью. То есть почему вытянутый? Потому что между листьями видны прорехи, то есть между листьями просматривается ствол. Это означает, что суккулент вытянутся. Это означает то, что ему было мало света и много полива. И вот если у вас будет мало света и много полива, то ваши все многие суккуленты могут превратиться вот в такое безобразие. Конечно, он восстановится потом у меня, но нога это никуда не денется. Она не уменьшится, и длинная нога она останется. Макушка впоследствии нарастет, будет нормальная, если ему обеспечить должное освещение. Но все равно вот этот вытянутый длинный ствол уже никуда не денется. И внешний вид уже испорчен этого растения. Вот эхиверия амаена тоже достаточно неприхотливое растение, но очень любит тоже потянуться. То есть, если вот в этом году у меня, я усилила себе лампы, и я думаю, что сносить макушку вот этому растению я не буду. Нормально оно себя чувствует. А в прошлом году, вот где-то в эту пору, я сносила макушку и переукореняла, потому что вид ее был не очень хороший. Она потянулась, потому что ей было мало света. В прошлом году хочу сказать вам, что у меня не было вот этих всех ламп, и у меня были только светодиоды, которые на полках. Вот, сейчас я их включила, вот они приклеены. Светодиодные ленты. Вот этой досветки, конечно же, мало. Две светодиодные ленты на полке, на одной этой досветке было критично. Сейчас я их не включаю, она у меня просто как резервная на случай того, что, не дай бог, перегорит какая-нибудь лампа, и тогда я включу, чтобы хотя бы как-то заместить недостаток света. Так, что еще можно рассказать? Ну, про хаворти еще чуть-чуть скажу сейчас. Да, друзья, вот в самом конце, на переднем, на заднем плане, в самом конце, к стеклу туда, к фольге, адромиску скупера, вот не смотрите, что он у меня страшный, я просто сейчас говорю о его неприхотливости. Вот что он только у меня не претерпел, этот адромискус. Он у меня и упал, листья у него все осыпались. И я вам показывала, как поработали над ним в этом году ласточки. Я вам показывала, что с ним стало, когда он стоял непосредственно под ласточкиным гнездом. Вот, что весь помет ласточек был на нем горой. Я его смывала, вот, и то, что остались голые стволы от него, он потом очень даже и неплохо оброс с того времени. Поэтому это очень неприхотливая адромискус. Ставлю фотку, покажу, какой он может быть красивый, без всяких вот таких посторонних вмешательств. Растет он достаточно быстро, сравнительно он неприхотливый. То есть, вот как изначальный адромискус для новичков, он очень себе даже подойдет. Также очень подойдет, очень подойдет вот эта хавортия маргаритефера. Я считаю, она и симпатичная, и очень-очень неприхотливая. В отличие от дорогостоящих хавортий, вот эта хавортия и рядом с ней жемчугоносная, она очень-очень, то есть, танба, это танба, господи, а это маргаритефера. Вот эти две хавортии очень неприхотливые и прощают даже переливы. Если вы перельете хавортию, вот эту купериаптуза, это один вариант купериаптуза, вот второй вариант купериаптуза. Если вы их перельете, то они сбросят листья. О боже, что я говорю, не слушайте меня. То они сбросят корни, и потом наращивать корни будут очень долго. То есть, для новичков, вот я считаю, вот эти растения не подходят, вот эти хавортии. А вот те, которые я вам сейчас показала, вот маргаритефера, танба. Сейчас попробую, наверное, достать. Ну, достать не достала, но перевернула, чтобы было лучше видно. Это вот там от красулы кусочек валяется. Вот это тоже от какого-то цветоноса там валяется мусор в розетке. Ну, вообще, эти хавортии очень неприхотливые, и я считаю, они очень симпатичные. Такие нарядненькие, все как в мелких-мелких жемчужинках. Как россыпь жемчужная на них. Симпатичные. Также неприхотливый вот этот крокодильчик хавортия лимифолия гибридная. У нее структура листа очень интересная. И вообще она, ну, мне нравится. Она и размножается хорошо, и не вытягивается. И самое главное, вот что для новичков самое главное, она прощает ошибки в уходе. То есть она прощает перелив. Что с другими хавортиями, конечно же, не прокатит. Вот хавортия Рейнварда. Тоже очень, я бы сказала, неприхотливая. Тоже замечательная хавортия. Размножается вот так по кругу. Не буду ее доставать. Так вот в уголке покажу вам ее. Вот такие хавортии с четким ярким узором, с вот этими белыми полосами. Ну, альба, знаете, нет. Альба, она для новичка, я думаю, она капризная. Вот альба белая. Вот это. В общем, вывод какой по хавортиям? Крутые дорогостоящие сорта заводить новичкам, я думаю, не стоит. Потому что научиться нужно на неприхотливых сортах, на тонколистных. А вот такие окошечные хавортии, конечно же, без определенных знаний, без определенных навыков заводить, я думаю, новичку не стоит. Единственное, что можно завести из окошечных новичку, и что вытерпит все невзгоды, и также справится с переливом, это хавортия купери. Вот это купери Аптуза, и вот это купери Аптуза, ну, просто из разных источников куплены, поэтому я думаю, что немножечко у них как бы строение другое, не строение, а внешний вид. Вот это, видите, оттенок какой у нее, а вот это всегда зеленое, всегда, только у нее тут вот коричневые прожилки на листиках. Вот это вообще крутяшное, мне она больше нравится. Такая она, интересная. Вот это более сероватая. Ну, тоже неплохая. А новичку из окошечных подойдет вот эта хавортия, это хавортия купери. Это родоначальник вот тех окошечных хавортий, которые я вам показывала несколько кадров назад. То есть это их мамка, это их природная мамка. Она неприхотливая, это хавортия. Она красивая, просто вот сейчас я снимаю ее не в очень хорошем ракурсе. То же самое у нее эти прозрачные окошки, вытянутые листики. Она замечательно размножается, быстро плодится. И выглядит она таким, знаете, растет она наподобие хеверии. Таким вот такой розочкой, лотосом. И смотрится, ну, я бы сказала, очень изящно. Замечательная хавортия. У меня их, кстати, даже две. Я их люблю. Вот она прощает ошибки в уходе, перелив, недолив. В общем, растет в экстремальных условиях. Да, вот забыла. Суккулен для новичка крестовник роули. Очень неприхотливое растение после того, как оно укоренится. Укореняется оно, ну, не очень быстро, я бы сказала так. Но после укоренения начинает быстро расти и хорошо разрастается. Любит попить. И единственное, что вот это растение нужно держать вдали от солнечных лучей. То есть прямое попадание лучей солнечных на это растение нежелательно. Потому что растение будет стагнировать и замедлить свой рост. Так что у кого солнце упало чего-то там, у кого северная сторона, вот тому вот это растение подойдет как нельзя кстати. То же самое могу сказать о репсалисе. Это репсалис, это лесной кактус. И он тоже не очень любит яркий солнечный свет. На ярком солнечном свету он... Ну, что-то куда-то у меня вообще все пропало. На ярком солнечном свету он начинает стагнировать. Листья у него желтеют. Расти он перестает. И любит он, конечно, попить. Точно так же, как крестовник Роули. Вообще, как вьюнок, он как такой ампельный суккулент. Он вообще обалденный. Не знаю, многие его не любят, но мне он нравится. Не знаю, есть он у меня выставлен в продаже или нет. Ну, в принципе, можно тут отпилить от него. Можно... У меня еще один такой у мамы. Можно даже его целиком продать, кому нравится. Ну, вот мне он нравится. Сидит он с желтенькими цветочками маленькими. Вот поближе приближу его строение. Волосатенькие у него такие листики. И, знаете, напоминает скелет. А это вот у него, походу, был цветочек и завязался плодик. Смотрите, прикольно как. Сейчас. О! Смотрите, какой прикольный. Классный. Суккулент интересный очень. У меня даже, по-моему, в этом горшке два репсалиса. Один вот такой. А второй с более широкими листьями. Вот. А, еще тут третий репсалис есть. Вот он. Ну, это вообще засох. Полить надо. Они водохлеба. Репсалисы любят попить. Поэтому вот для новичков они будут как нельзя кстати. Для тех людей, которые не могут перестроиться от декоративно-лиственных, вот от таких растений, не могут перестроиться к суккулентам. Ну и, друзья, мне кажется, еще новичкам не стоит начинать свое увлечение суккулентами с корейских растений, которые достаточно дорогие. Потому что начинать нужно, я считаю, с деток обычных суккулентов. Обычных тех неприхотливых суккулентов с деток. Потому что детка дешевле, она погибла, ее не так жалко, как, допустим, погибнет любой другой суккулент корейский. Потому что ценники у них достаточно хорошие. Да, еще я бы не посоветовала новичкам заводить сразу бородавчатые хиверии. Хиверия с бородавками для новичков очень, конечно же, такой вариант неподходящий. И также и хиверия лау. Вот моя лау. Лау у меня в прошлом году погибла. Приказала долго жить. Я даже не поняла, что с ней произошло. Вот. Потом я себе купила еще одну лау. Ну, в общем, она не слишком такая капризная, но и не очень простая. Поэтому, так как растение дорогое, ну, красивая, конечно, она, но растение дорогое. И начинать с нее, я думаю, не стоит. К лау точно так же, как и к агавоидным хивериям, нужно приспособиться. И без первоначального опыта дружбу с ней наладить будет очень сложно новичку. Ну вот, друзья, наверное, осветила я немножко эту тему. Конечно, это мое мнение, а заводить, либо не заводить это растение, это решать, конечно же, только вам. Поэтому я никаких советов не даю. Я просто выражаю свое мнение на основе своего опыта. Ну, все, друзья. Наверное, тема исчерпалась хотя бы чуть-чуть. Поэтому сейчас я с вами прощаюсь. До новых видео. Всем здоровья, добра. Всем красивых, пышных, красочных, ярких растений. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok